По свежим данным Федеральной налоговой службы, количество закрывших СИП в России вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тверская область не стала исключением. Экономический кризис, усугубленный коронавирусом, ударил как по бизнесу, так и по многим слоям населения. Еще пару месяцев назад у Николая Морозова была неплохо работающая фирма по охране различных объектов. В первую очередь это супермаркеты, а также объекты общепита. Вызванный коронавирусом экономический кризис спутал все карты. Спрос на его услуги резко упал. При этом бизнес Николая не оказался в числе отраслей, которые вошли в список особо пострадавших. На льготные кредиты он не имеет права, а доходы предприятия сократились минимум на 40%. В результате пришлось пойти на сокращение чуть ли не половины штата, так как объемы работы упали. На данный момент можно говорить о почти 50% сокращении объемов работы, потому что многие посты просто позакрывались и, соответственно, сняли охрану. В особенности это объекты общепита. Николай Копцев тоже еще недавно считал себя вполне успешным предпринимателем. Он занимался организацией спортивных сборов и проведением состязаний по всей стране. Как известно, все соревнования были прекращены еще до введения карантинных шагов. Теперь он с ужасом ждет продления ограничительных мер, о чем говорят многие эксперты. Если ситуация будет продлена в июле, августе, сентябрь и так далее, ну, наверное, в этом случае придется нам увольнять сотрудников, разгонять штат, ну и, собственно, морозить или закрывать совсем бизнес. В такой ситуации оказались не только предприниматели, но и многие простые жители региона. Кто-то потерял приработок, а кто-то вынужден сидеть дома на самоизоляции, получая от государства сумму в размере МРОД – 12 с небольшим тысяч рублей в месяц. Раньше поджебашивала маленько, а сейчас все прекратилось. Так-то работа у меня постоянная, но хотелось бы что-то где-то еще подрабатывать, не получается. Сидим дома, ждем. Вы из-за коронавируса потеряли работу? Ну, как все, да. Я работаю в других организациях, и эти организации не работают. Работаю только в поликлинике в одной государственной. Мы сидим дома и не работаем. В какой сфере вы трудитесь? Я дружусь в сфере учебной. Мы сейчас получаем по МРОДу. То есть на эти деньги можно прожить так? Что вы думаете об этой сумме? Я думаю, что прожить очень трудно на эти деньги. Половину нужно за квартиру будет заплатить, а наполовину на 6 тысяч, а кто еще болеет, вообще сложность, конечно. Те же коммунальные платежи, кредиты, мне кажется, сложно. Каждому должны выплачивать его заработную плату. А чем обоснована эта сумма, я не знаю. Если режим самоизоляции затянется не на один месяц, то проблемы начнут нарастать на всех фронтах. Например, уже фиксируется рост задолженностей по коммунальным платежам. Отслеживаем в ежедневном режиме платежную дисциплину. Мы видим, что сейчас уже с 1 по 22 апреля происходит сокращение от 5 до 21% по платежам за услуги управляющих компаний. Конечно, в целом может возникнуть проблема неплатежей. Одними задержками квартплаты дело не ограничивается. Уже сейчас отмечается ухудшение криминогенной ситуации. Причем на преступления идут простые граждане, которые остались без работы. Николай Морозов, руководитель частного охранного предприятия, указывает на заметный рост краж из торговых залов, охраняемых его фирмой супермаркетов. О чем ему регулярно рапортуют старшие смен охраны. Они докладывают о количестве задержаний за факты хищения. И с учетом статистики предыдущих месяцев можно сделать вывод, что уровень хищения в магазинах увеличился. И ситуация, естественно, скорее всего будет развиваться дальше не совсем лучшим образом. Правительство страны понимает сложность ситуации и прорабатывает дополнительный пакет мер поддержки как бизнесу, так и простым гражданам России. Об этом мы расскажем вам в наших репортажах. Продолжение следует...